Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Ну что ж, обзор трендов, посмотрим, что модно, самое главное, как это носить и сочетать. Могу сказать, что вот такой силуэт, удлиненное пальто, чуть ниже середины бедра, плюс длинное платье, либо длинная летящая юбка. Это самый модный, самый актуальный силуэт этой весны. Недавно я показала подобный образ, он очень многим понравился, но также получил достаточное количество критики. Можно сказать, что отзывы были диаметрально противоположными. Длинная верхняя одежда, также длинные платья и юбки могут нравиться, потому что они смотрятся очень женственно, используется большое количество тканей, материала. Это всегда смотрится эффектно. Могут не нравиться, потому что такие образы действительно не так удобны в носке, как привычная и более популярная на протяжении предыдущих нескольких лет длина середина голени. Но, тем не менее, современную моду будет отличать именно макси длина. Скорее всего, многие наденут длинные юбки, длинное платье, длинную верхнюю одежду. Если длинная верхняя одежда вам не подходит, либо вы еще не обзавелись своим длинным пальто, либо длинным плащом, носите пальто, как в предыдущем образе. Середина бедра длина может быть чуть ниже, и вы получите очень модный, очень современный по силуэту образ. Синий очень красиво сочетается с голубым. Берем на заметку, посмотрите, может быть голубая юбка, голубая трикотажная база в виде брюк, как в данном случае. Но на самом деле синее пальто найдется у многих. Синий пиджак также. Достаточно добавить голубого цвета трикотаж, возможно, голубую хлопковую рубашку или блузу, и мы получим очень красивый цветовой образ. Этот образ очень трендовый и модный. Посмотрите, мы имеем рубашку, здесь и флора, и фауна. Это самый популярный рисунок в этом сезоне. Мы имеем также брючный костюм. Брючный костюм до сих пор является самым популярным вида комплекта. И вообще комплекты это до сих пор популярное сочетание. Костюм может быть не только брючным, может присутствовать юбка, могут присутствовать шорты. И наверняка костюмов мы с вами увидим большое количество. Обратите внимание, что в этом образе сочетается по цвету сумка и обувь. Это тоже некая тенденция, которую очень хорошо видно на витринах. Но и также присутствует яркий цвет. Если судить по витринам и представленному ассортименту, весна будет в Италии очень яркой. Возможно и лето тоже. Эти образы более сдержанные, если говорить о цвете, наверняка предназначены для первых еще не очень теплых и не очень солнечных дней весны. Здесь все достаточно просто. Пиджак мужского кроя удлиненный, обращает на себя внимание, он по-прежнему актуален. А это уже новые витрины марка Бенетон. И снова мы видим вариацию на тему комплекта. В данном случае комплект юбочный. Посмотрите, мы видим белые кеды. Они чуть более популярны, чем белые кроссовки. Мы видим также сочетание кеды плюс носки. Для льна еще слишком рано. Льняные вещи появляются с первыми днями действительно устойчивой жары, но тем не менее это уже летний ассортимент, даже не весенний. И мы видим с вами в том числе и льняные изделия. Однажды в комментариях под своими видео я прочитала о том, что по мнению зрительницы Марко Пинко, я слишком часто ее показываю, она вышла в тираж. Могу сказать, что это совершенно не так. Я утверждаю, что Марко Пинко, по всей видимости, делает неплохие продажи. Она до сих пор не закрывает свои магазины, как делают очень многие. Она до сих пор не переезжает в более маленькие помещения, как, допустим, недавно сделала Марко Твинсет в Падуе. Она располагалась в очень большом и красивом здании. Сейчас площадь магазина уменьшилась почти в три раза. Итак, перед нами витрины Пинко. И витрины этой марки всегда выглядят очень модно. Обращают на себя внимание брюки Карго. Если вы ищете свои заветные, возможно, найдете именно в марке Пинко. Они представлены в нескольких цветах и также в вариациях тканей. Есть шелковые варианты, есть из плотного хлопка. И если вы ищете себе подобные до сих пор модные в этом сезоне брюки с накладными карманами Карго, вы наверняка найдете интересные модели у марки Пинко. Подобные шлепки до сих пор популярны. Мы видели их уже на протяжении нескольких летних сезонов. Посмотрите, какая массивная часть. Она может быть плетеной, может быть дутой. Для нелюбительниц яркого цвета в этом сезоне, безусловно, будет представлен ассортимент, так называемых в базовых цветах. Пастельные оттенки, они тоже присутствуют. И, наверное, самые красивые пастельные оттенки и одежда в очень красивых зефирных цветах представлены в этом сезоне у Марины Ринальди. Кстати, Марины Ринальди традиционно предлагают очень красивые, яркие, насыщенные цвета. В этом сезоне в коллекциях этой марки они тоже присутствуют, но наряду с яркими цветами присутствуют также очень красивые варианты одежды. В нежном голубом, нежном розовом, также в нежном желтом цветах. В этом сезоне популярны броши и очень красивые недорогие варианты можно в этом сезоне найти в Заре. И уверена, во многих магазинах масс-маркета продобные броши будут представлены. Также в моде обувь цвета металлик серебряный либо золотой. Это самые популярные цвета подобного финиша. И неплохие варианты уже появились в Заре. За небольшие деньги можно купить обувь на каблуке, либо на так называемом плоском ходу в очень популярном в этом сезоне цвете. Перед нами витрины Max Mara Weekend. Снова мы видим с вами принт флора и фауна. В одном рисунке присутствуют как элементы цветочных мотивов, так и конечно же представители фауны. Коррекция представленная Max Mara яркая, но в целом именно эта линейка Max Mara Weekend отличается также яркими цветами. Сама Max Mara первая линия предпочитает так называемые базовые цвета и палитра в целом не меняется из сезона в сезон. Посмотрите, большое количество аксессуаров обуви вот в таком коричневом цвете. Он, наверное, является самым трендовым наряду с металликом, который представлен для, наверное, более смелых модниц. Если вы не решитесь на такой вариант, то вам в помощь классический коричневый уходящий в рыжину. Этот цвет очень красивый, легко абсолютно со всем сочетается, вписывается в любой аутфит и также обращает на себя внимание. Все-таки тенденция сочетать по цвету обувь, сумку, добавляя и ремень в том же цвете. В этом сезоне это вот такой коричневый уходящий в рыжину. Эти образы, безусловно, рассчитаны уже на теплое время, а эти образы рассчитаны на первые дни. И здесь мы видим наслоение, характерное для марки Max Mara и для всех ее линеек. Здесь мы видим также раскладку по рукаву. Это когда нижний рукав видно из-под верхнего слоя одежды. Очень часто это тральная раскладка. Например, видно рукав рубашки, затем видно рукав свитера и потом рукав пальто, либо любой другой верхней одежды также приподнят. Из-за темных цветов может сложиться впечатление, что это вещи, которые еще остались после зимних распродаж. Но тем не менее, принт указывает на то, что коллекция это новая. Действительно, эти вещи рассчитаны просто на еще холодный период, самое начало весны. Очень люблю джинсовую рубашку, крайне редко сама ее ношу, но искренне рекомендую всем такой простой способ сделать любой аутфит более интересным. Внедрить в него джинсовую рубашку, возможно, самостоятельно, возможно, в качестве первого слоя. Уже летняя коллекция, все в светлых цветах. Давайте посмотрим на джинсы. Джинсы стали узкими. Это еще не скинем, но это уже и не прямые джинсы, которые мы видели на протяжении предыдущих сезонов. Силуэт достаточно узкий. В Италии этот силуэт пользуется наибольшей популярностью до сих пор. Но все равно третье место у вас, это в принципе очень хорошо. Жалко, конечно, что вы не поедете. И в целом можно говорить о том, что оверсайз в Италии не прижился и, скорее всего, уже не приживется. А вот наслоение – один из любимых способов не только делать красивые образы, предлагать их покупки на витринах, но и также любимый способ сочетать и носить одежду у самих итальянок. Для этого вам потребуется некая смелость, потому что там, где я росла и выросла, очень часто подобные образы характеризовались нелестно. Например, можно было услышать, что из-под субботы торчит пятница, либо ты оделась, как капуста. Тем не менее, в современном мире этот способ называется наслоение. Он достаточно красив, легок в повторении и очень практичен. Завершаю этот обзор витринами, которые сами за себя говорят. Я обращала ваше внимание на то, что образы предлагаемые, силуэты тканей и в целом даже цвета, несмотря на то, что сезон будет очень ярким, они говорят о некой универсальности. Они намекают на то, что купив эту вещь сегодня, вы сможете проносить ее как минимум несколько лет. Они будут актуальны, потому что это очень классические силуэты, это очень классические сочетания. Именно они нам предлагаются чаще всего. И вот такое некое стилистическое спокойствие, которое проявляется в том, что на витринах очень часто мы видим джинсы классического кроя, классического цвета в сочетании с самым обычным свитером, не очень оверсайзным. Это не свитер-кроп, который мы могли наблюдать с вами на протяжении нескольких предыдущих сезонов. Нет, это очень спокойные, классические, привычные взгляды сочетания, которые многие из нас могут даже охарактеризовать как скучные. Это совершенно точно не сочетания, которые будут эффектно смотреться на страницах соцсетей, в различных тематических подборках. Тем не менее, это некий тренд, который предлагается нам достаточно активно. И мода на некую универсальную, неостромодную одежду и на подобные образы – это тренд совершенно точно этой весны здесь и сейчас в Италии. На этом с вами прощаюсь. Очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Жалко, конечно, что вы не поедете.